здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас 12 января 2020 года в петербурге как обычно у нас уровень воды поднялся выше всего идет дождь дует сильный ветер зовут меня Алексей Светков я девственник и мы будем искать мне девушку а также выводить всех шкур и девушек которым нужны только деньги от парней на чистую воду добро пожаловать на наш канал так ну вот мы и с Лехой идем вышли короче с Приморского идем на Лондскую по делам гуляем мы по Питеру живем в Приморском районе вот смотрите какие у нас улочки Алексей ну расскажите немного видите нас в курс дела вообще что вы и как расскажите немного о себе сначала детский сад какой-то здесь вот неподалеку потом 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 какая-то а там младшая группа потом какая-то еще группа была потом соответственно конечно школа наверное лет в семь наверное лет в семь да я пошел в школу осторожно лет в семь пошел в школу девять классов к сожалению только девять классов потом мне прямо говорят то что Леша извини братан но в десятый класс ты не попадаешь мы нарисуем тебе троечки и ты пожалуйста освободи помещение вот ну примерно как-то так это было а почему почему плохо учился ну как-то да то есть я потом может быть как бы разовью эту тему но скажем так была у меня глобальная проблема с успеваемостью точнее с не успеваем на и потом как раз учился в девятом классе мама с папой предложили мне ну куда-то идти дальше я совершенно не понимал тогда и сейчас особо не понимаю и предложили пойти учиться в лицее по-моему да в лице какой-то на повара улица Некрашева такая в центре где-то метро Майковска кстати надо обязательно тут сходить посмотреть и второй был вариант это второй вариант это набережная Мойки точно не помню 24-26 но это легендарное место там как раз в двух шагах от отеля Мойка Кимпинский 22 по-моему как раз когда мы учились а что там за легендарное место там легендарное место потому что это в двух шагах от февчерского моста и дворцовой площади то есть буквально до дворцовой площади надо было пройти наверное от набережной Мойки одну минуту всего лишь одну минуту и ты оказываешься прямо вот цветая святых дворцовой площади Санкт-Петербург Александрский столб да если я не путаю да и как раз да и как раз в это время строили делали как это правильно назвать отель Мойка 22 Кимпинский то есть это международная сеть отелей 5 звезд как раз пока мы учились все эти годы я там 4 года учился а на кого-то учился учился я на повара кондитера а на повара кондитера мне просто спросили да с поваром будешь ли ну конечно буду вот и какая там еще интересная была история я заканчивал 9 класс и в это же время я поступил туда на подготовительные курсы точно не вспомнил но по моему платили по 200 рублей за месяц и там было три месяца курсов соответственно рублей 600 мы заплатили за все про все и самое главное то что нам прямо сказали там у нас был такой преподаватель по русскому языку и литературе вот сейчас к сожалению не вспомню точное его имя он нам прямо сказал ребята вы нам нужны сходите пожалуйста на подготовительные курсы вот эти три месяца вы сдадите соответственно экзамены вы сдадите экзамены мы вам если что там поможем нарисуем вам троечки потому что у меня тройки-тройки-тройки вообще на тройки-двойки и колы все приятели твои но на тот момент только вот тройки все я отходил на эти курсы тройки нам поставили и все я поступил на первый курс на вот этого ПЛКМ 140 профессиональный лицей номер 140 кулинарного мастерства ну получается у тебя среднее среднее специальное образование в итоге в итоге до 4 года я там просиживал штаны просиживал просиживал 4 года я там парят и вот у нас гандоны ездят даже не притормаживают так ну чё вот это у нас подожди давай расскажем про эту достопримечательность раньше тут насколько я помню был кинотеатр да кинотеатр юность а теперь у нас здесь ресторан юность конечно но это же смотрите что там написано что там написано гинза проджек я думаю в скором будущем вы еще узнаете что такое гинза проджек это любимая сеть алексея цветкова он ее часто посещает регулярно я думаю почти да почти да именно что почти ну хотелось бы почаще но финансы финансы это очень хорошо раньше здесь был кинотеатр юность я был очень 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 мелкий пешком под столом ходил и у меня сохранились детские воспоминания то что мы ходили вот в это здание легендарное здание да смотреть какие-то детские детские мультики да 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 вот так ну а сейчас здесь конечно же да тут был у нас на первом этаже магазин спар по вам да какое-то время да спар был да сейчас сеть спаров закрыли моя семья и по их теперь нету вообще сожалению они очень что-то быстро тут весь место просто кодис вот этот кстати офигенный дом вот здесь ларьки стояли на этих местах да здесь да вот на той стороне как раз было кольцо трамваев разворот поворот и ларечки стояли но я был не очень мелкий тогда к сожалению я сейчас детально пошагово так не смогу это просто произвести но это да было время конечно да было говорят это ты говоришь девушку ищешь да 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 есть такое дело какую ты ищешь девушку что значит для тебя красивая хорошая какая она должна быть адекватная нормальная вменяемая чтобы она с пониманием ко мне относилась скажем так и когда самое главное когда закончится деньги осторожно очень 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 много воды когда закончится деньги а деньги бывают заканчиваются у каждого наверно были такие моменты в жизни чтобы она это самое не кинула тебя заводо лодку на всего на весла не свалило просто это очень важный момент и когда у тебя в жизни начинаются даже какие-то как это сказать потрясение волнения ну чтобы она короче и вагоне и в воду с тобой да и медные главное и медные трубы прошла бы чтобы да 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 именно . короче примерно мы поняли девушки если есть среди вас такие то алексей цветков ждет вас встретиться так а немножко может о себе расскажи чтобы они понимали тоже кто ты может ты где-то работаешь или чем-то увлекаешься я не работаю я так чисто подрабатывать хватало на еду на всякие вкусные вкусные места да и так ну тогда такой встречный вопрос подрабатываете вы чем-то ну легальным занимаетесь или не что у нас все легально да так что вот все легально девушки деньги есть по ресторанам ходит что-то лёха кого-то увидел кого вот этот магазин пятерочка что а что-то я работал в пятерочке грузчиком это было не так давно это было не помню год . по-моему 2015 как раз я после вот этой пятерочки попал богатырские 4 кстати богатырский 4 как сейчас помню я попал на курсы радио метро то есть я так хотела попытаться стать радиоведущим что даже бросил по моему работу да 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 я бросил работу я просто бросил на все вот так вот оп и все смело смело бросил и пошел на радио шел на курсы радиоведущих это была школа радио метро это легендарный клуб метро лиговский проспект 174 кто живет в питере я думаю они знают этот клуб и бывали там не раз наверно и там есть у нас сам клуб точнее был раньше а сейчас она до сих пор есть на метро ифм заходим в студию и тут начинается что-то интересное татьяна никитина по-моему была дела нашу группу как раз была нашим куратором ребята так у вас там или 30 секунд или 60 секунд где-то плюс-минус минута или за эту минуту должны вот вам листочек потом ручка или карандашик вы должны за минуту написать подводку подводку то есть кто-то сказать например как это как а что такое подводка это типа но вступление или что что такое подводка подводка это вот как сейчас например здравствуйте с вами алексей цветков мы находимся в санкт-петербурге сегодня идет дождь как обычно в принципе кстати зеленый свет нам надо идти дальше вот примерно вот так только это должно быть под воздуху и это должно звучать как-то логически закончено обосновано то есть на тот момент мне было очень 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 это сложно это была такая шоковая стрессовая ситуация как это тебе надо написать даже не вспомню жаль тогда у меня не было с тобой такой высококачественной техники скажем так как сегодня как сейчас да я не мог все это зафиксировать сфотографировать и показать вам сейчас то что я тогда написал я что-то написал что-то в этом духе я сказал и конечно было очень волнительно когда ты в студии вот это вот записываешь когда ты все это говоришь особенно в первый раз и многие конечно они с этим стрессом задавим ситуацией они просто не справились и они просто не пошли вот еще наверное интересующий девушек вопрос будет вредные привычки у тебя есть какие-то вредные привычки какие вредные привычки вы что я по спортом навсегда то есть я не пью и не курю и сохраняю себя это как это сказать в трезвом уме бодрости да да и добром здравии уже как это не первые и первые года даже можно сказать так осторожно первое десятилетие слушай ну вообще не мужик а сказка просто не так почему почему не пьет не курит работает подрабатывает не говорит где но подрабатывает возможно вы потом узнаете где он подрабатывает я правда сам не знаю а гуляет язык подвешен повар повар-кондитер будет вам эти плюшки делать лепить какие плюшки пельмени а вот еще алексей такой вопрос жилплощадь какая-то есть у вас жилплощадь вы где проживаете коренной петербурже все короче я не знаю девушки вот он сказка не мужчина сказка вот уже лёхи какие-то поклонники звонят отчет номер то незнакомый какой-то да ты не отлично ты не берешь незнакомые номера да лучше вот сюда кунтам и самостоятельно алексей звонит димону да какому-то другу димону вышел из дома и как тебе вообще погода то что происходит сегодня в питере говно почему так прямо прямо вообще рубишь прямо в плечах погода обычно пикерская единственное то что у нас туда куда пойдешь куда-куда еще погромче давай ты не слышно кто-то погромче просто говорили тут реально не слышно я отошел даже от шумных мест блять постоять не дадут нам да куда пойдешь просто ты бы мог сегодня подъехать и захотел на работу устроиться на скруте я понимаю максимальный вариант просто с утра сразу сидел церковь то понятно в церкви вообще я обычно хожу восемь девять десять когда служба идет но когда вот реально уже совсем чувствую что ну а кто там лежит подожди давайте посмотрим где там лежит никто не лежит лёша под машину не едино что-то кому-то плохо короче стало ты здесь алёш как чё ты чё ты молчишь то я говорю оптимальный вариант с утра просто сразу приехал там вот это сделал а потом уже все остальное да потому что если ты опять будешь сейчас откладывать перекладывать единственное давай мне надо подойти туда и сейчас там пообщаться и объяснить им что это кто это как это что хотел сказать сейчас а надо смотреть или на ты можешь запилить на видео человечка просто я потом о нем расскажу историю я помогал ему как раз о каком вот который он инвалид просто он инвалид из белоруссии на сколько помню я даже номер телефона где-то он записан как вадим вуйчич или как-то так сейчас подожди дим ты здесь еще или нет зачем ты послушать все эти все сказал короче тебе надо подъехать и оптимальный вариант чем раньше тем лучше все пока окей хорошо на свете ну ладно давай плохо человеку скоро уже все вышли мы с макдака короче закупились пожрать идем домой погода говно 20 января дождик идет короче дрянь ну пойдем перейдем там он у нас там есть шаверма короче мастер кебаб очень вкусная лёха ну расскажи какую-нибудь историю про макдак ты хотел мне рассказать историю какую-то смешную я там работал свое время конкретно макдаке меньше месяца меня хватило там я хотел попробовать свои силы интересная история прикольная была у нас макдаке в меркурии как-то захожу я туда смотрю сидит компания парня и девушка с ними и девушка явно скучает и просто тупо скучно я глазами взглядом как-то вот так оп оп ну давай погнали и она такая сразу какая короче вот я конечно сразу оп куда-то отошел сейчас сложно сразу вспомнить надо непосредственно оказаться на месте события парни ничего не поняли что я ее пригласил как бы взглядом с собой куда-то дайти про демонстрирую каким как вот как ну как-то я не помню как-то ее пригласил глазками глазки сегодня как обычно очень мало думаю погода дрянь погода я считаю личного мнения надо с девушкой хотя просто подружки мать какой-нибудь классное и там посидеть да почти лишь короче одной день посидеть покушать нормально вкусненько еды пообщаться с людьми познакомиться с новыми все помните старых всем позвонить написать и все привет я хочу ну встретиться там или пообщаться или как-то так нет ответ неверный я тебя люблю я сейчас серьезно говорю я не шучу к сожалению что-что блять надо было на громкую посключить записать просто а когда была такая ситуация что ты не осталось на улице я тебе помог по моему когда мы расставались то оставалось это самое с димой соответственно тогда с димой оставалась и если честно я такого не помню что ты мне звонила просто я помню что мы расстались тогда когда вот это в июне тот был пиздец ты кстати в курсе что охрана хотела нас отправить ближайший отдел полиции ну а я это все а это все сделать чтобы у нас нет я имею ввиду что охрана за этот ебаный пиздец который там устроила хотела отправить нас в ближайший отдел полиции но я так а надо было чтобы отправили да а я это все предотвратил как назвать я понимаю я понимаю но после этого насколько я помню у нас не было ненормального контакта вообще никакого с тобой а что я мог сделать в той ситуации конкретно но во первых ладно да у тебя да 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 смотри короче хорошо хорошо только мои деньги это были мои деньги давай с этого еще начнем до всех искать или там не твои не суть так чё я хотел сказать у меня есть подполковник где ты нахуй дима блять заебал нахуй сейчас я тут блять разъебу эту всю ебаную квартиру еду в психушку наху опять понимаешь это самое чё хотел сказать у меня есть подполковник да в военкомате аня ну с которым потом виделись у него с фсбшники менты они все могут разблокировать за три секунды если ты тогда не пропала хуй знает насколько у меня был план какой какой кстати кто помнит но ну ты вспомнишь что ты была под градусом соответственно я был не под градусом да и они мне нормально все объяснили то что камерам записи с камер что а у меня другая тема была я просто зашел как бы посмотрел на стене предстоящий мог разнести ебаный этот магазин нахуй дали просто из-за того что вот цветом не было я нигде особо не светился что это могу просто все раз прийти разнести лишь мне не надо такая история как у тебя в июне было мне это трэш-контент нахуй я и так тут знам нет в 34 отделе полиции знают там где-то еще знать нашли не везде все это знаю не так блять известность как пуляр все понимаешь по фитов канал там будет эта хуйня нет обрец и нахуй не надо я понимаю я так не так я так не делаю если встречайся вот мастер с ним лично понимаешь что лично передаю у меня все там записано вот смски сфоткан они слава богу в телефоне остались там на моей странице все выложено сердце все там вся жизнь блять она будет выложена но я не помню я не помню это понимаю фишка в том да фишка в том понимаешь что я тебя до сих пор люблю пиздец как вот дима не даст пиздец и не надо встретиться как бы и пообщаться спокойно без этой блять хуйни я не знаю только давай только не там не завтра потому что нахуй завтра мне с Леной встретиться вот у меня вообще перекроют завтра с Леной на ней с ним встретимся Лена ну это после тебя пока кто-то не был Лена кстати я до сих пор девственник представляешь меня поздравляю от души или как или так себе с мужиками ты умеешь общаться это самое главное это в тебе качество это очень важно в нашем деле скажем прям ну так мы можем в принципе встретиться просто если меня там перекроет от этого я какой-нибудь пиздец устроюсь особенно в заведениях будем сидеть нахуй а мне это нахуй надо что на сегодня какой день ну суббота и воскресенье ну давай тогда ориентировочно как это самое плюс-минус понедельник ты понимаешь что сейчас что у меня есть несколько квартир скажем прямо в Питере и одна в Москве только не надо никому там ты с какими ментами там не особо дружишь с реальными какими ментами ты там не дружишь у нас пока еще или как вот мне нужны нормальные менты так вот я у меня есть несколько этих квартир вообще две еще у нас даже три наверное в Питере всего я понимаю что с другим парень так у меня и тема была что ты тогда остаешься с Димой а не со мной нахуй мне это самое секс кекс там и все как кажется каким-то я люблю и тебя и Лену и эту саму Аню Аня блять заебала меня нахуй и когда и когда Аня узнает блять еще про тебя но я вот ссылка тебе все скину как без проблем просто Аня мне будет ревновать блять хуй знает к чему а я с ней не хочу я серьезно говорю без шуток вот насчет этих квартир я тоже можем проехать вот одна помнишь мы там были сто лет назад вот это одна из тех квартир она стоит четыре с половиной миллиона рублей рублей что нету не сдох на живую я кстати думал с тобой в этой квартире жить так взять денег там дохуя на ремонт и все но что-то пошло не так Настя не все давай ты тут меня реально перекрывает это все хуйни блять эти Настя и Света блять это пиздец вообще Дима с Юлей пришли Харсук они хоть здесь сидят мне как-то хоть морально поддерживают это я реально ебанусь блять мне тут в тачку хотели засунуть и все ты только пожалуйста на связи будь я тебе там ватсап и контакты всех этих девочек там все скину потому что я тебя ну что ну чтоб ты знала про меня все как бы даже больше немножко вот и все ну если мы с тобой общаемся работаем как будто ты будешь знать все абсолютно про меня что-то такого уработать в смысле я имею до зарабатывать деньги большие они на обычной работе получат свои там 20 30 50 тысяч что что еще раз каких махинациях если тебе не понравится ты скажешь Леша ты долбоеб иди нахуй блять отсюда я пойду вот и если девочку у нас уложить там деньги как думаешь эффект будет какой-то ребят ну в тебя я имею ввиду устроиться в гинза project я не знаю куда угодно менеджером я готов уже угрожать людям ментами там чем угодно и сейчас уже все попадет у нас по-нормальному понимаешь я имею ввиду чтобы тебя продвинуть настя чтобы тебя продвинуть я тебе дали чего угрожать тут еще зачем ничего вообще тебе помочь хочу от души угрожать так если я захочу тебя устроить на какую-то реально крутую работу тебе нужна крутая реально работа на какая-то фигня реально крутая а какая разница каким способом я тебя любимую девочкой устрою на работу какая разница тебя ебет как я тебя устрою на работу вот я для Светы Демидовой отжал только какие проблемы я по-тихому привык я привык я привык всегда все решать как бы по-тихому тебе я доверяю да тебе все могут сразу рассказывать то что я не трахался то что у меня есть квартира отжать это то тебе я доверяю мне нужны люди поедешь проверим которым я доверяю мне не надо с девочкой трахаться мне надо чтобы она мне доверяла я это доверял все но просто встретиться и пообщаться для начала это все что или просто созвониться мы созвонились общаемся все понимаешь нихуя себе у меня такая девочка первый раз вот и вот насчет тебя до первый раз в жизни девочка просто вот я увидел тебя я блять охуел блять я сейчас вспоминаю я просто охуел из тебя в принципе все это начало ну а я сейчас такой блять прошло там год или два и я такой блять все нахуй давайте поставим крест нахуй на Насте да поставим крест на Насте как бы и все что подожди 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 мальчика Лешу поставили нахуй и мальчик Леша пошел да менты менты блять менты эти ебаные не лезь к свете она я пошел там я так орал там под окнами блять сука они сейчас сняли кто-то снял еще нахуй на видео блять да мне я готов был уехать в отделу блять так там орал 34 отдел полиции когда звоните так если я пиздец как ее люблю блять она мне как дочка стала мы с ней познакомились и было 16 лет нахуй что ну я все пережил за последние вот эти пару лет блять двое суток сначала я сидел в отделе по беспределам митовскому да в 34 двое суток блять потом значит господин Клименко такой участковый есть нахуй да он меня это самое определил короче знаешь куда блять 2 апреля приехал ко мне домой сука у меня дома с предками конфликт ну ты только на связи пожалуйста будь не пропадай потому что искать тебя с ментами мне это неинтересно тут и мне ну ты мне кто чтобы только твой этот самый дима блять нахуй не знал то мне мозги выбиты мне придется ему пизды блять а я этого крайне не хочу хорошо что мы связаны мы за насти тут устроили пиздец то что мы любители устраивать пиздец и за девочек здесь на районе хорошо что так мы проверим я приеду с какими-то отмороженными своими из психушки особенно что в баню я давно не был в бане и туда не собираюсь блять запас слушай не ранейте ебучей бутылки телефон как она упала у меня как она пустая что ты пизды это тут на ровном месте ты живешь а птич не орел мне зубы там блять пошли 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 шик 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 ю Субтитры сделал DimaTorzok